Между растровыми и векторными изображениями есть еще такая категория как текст. Я сейчас не о содержании, а о форме, о начертании символов. Начертание задается шрифтом, это упорядоченный набор изображений, в котором есть определенные места для каждого символа. Фактически текст представляет собой ссылки на рисунки, которые хранятся в файле шрифта. Замена шрифта меняет начертание символов, но обычно сохраняет их значение, если конечно в новом шрифте есть нужные символы. Когда-то шрифты были простые, то там помещалось лишь 256 символов, и тогда один символ кодировался одним байтом, потому что 256 это 2 в 8 степени, а в байте как раз 8 бит. Этого хватало, чтобы поместить два алфавита, например, латиницу и кириллицу, цифры, знаки припинания и еще какие-то спецсимволы. Потом стало ясно, что нужно больше символов, иначе не помещаются всевозможные алфавиты и начинается путаница. Все, наверное, видели, как слетает кириллица. Это значит, что при открытии документа используется другой файл шрифта, чем при его создании. Там могут быть точно такие же латинские буквы, но на месте кириллических другие символы. Вот их-то мы и видим. Это лечится заменой файла шрифта или выбором другого шрифта, если это возможно. В графических редакторах, когда работают с символами шрифта, и нужно быть уверенными, что ничто никуда не денется, текст преобразуют в кривые. Тогда он теряет свойства редактируемого текста, зато уже свое начертание сохраняет окончательно и бесповоротно. И вот таких символов, которые становятся просто набором кривых, можно поправить что-нибудь в начертании. В кривые переводят еще и потому, что, например, у дизайнера и в типографии могут оказаться разные версии одного и того же шрифта. То есть визуально все очень похоже, но какой-нибудь символ стал занимать на 1% больше места, и верстка в итоге уехала. Причем не сильно уехала, а на одно слово. И тщательно подогнанная страница вылезла на следующий лист, которого никто не ожидал. В конце этого урока есть ссылка на игру, в которой как раз нужно при помощи кривых исправлять буквы. У каждого символа есть свой номер. Например, есть такие полезные коды. Alt 0150, это тире. Alt 181 или Alt 187, это кавычки елочки. Таким же образом можно вызвать любой символ шрифта. Когда вы набираете текст на клавиатуре, то вы передаете программе лишь эти номера символов, а программа, уточнив у вас желаемый шрифт, ходит туда, за начертаниями. Если вы вдруг решили, что шрифт должен быть другой, то она заменит все начертания, взяв их из другого файла шрифта. Шрифт может храниться не только в компьютере. Сейчас это используется редко, но в лазерных и матричных принтерах обычно записаны шрифты, и можно посылать в них только номера символов, а начертания каждого символа будут воспроизводиться уже самим устройством. Шрифт может содержать как растровые, так и векторные символы. Ну, не одновременно, конечно. Большинство шрифтов в наше время векторные. Это удобно тем, что один и тот же символ может быть представлен в любом размере. Когда вы меняете размер шрифта, скажем, в варде, символы просто растягиваются. Если увеличить символы до размера страницы, мы все равно будем видеть гладкие контуры, четкие границы. Но растровые шрифты все же существуют. Они нужны там, где устройство вывода имеет низкое разрешение, и интерпретация кривых применительно к десятку точек по высоте. Это сложная задача. Ну, то есть, что-то получится, но будет ли это узнаваемая буква, это большой вопрос. Поэтому для какой-нибудь бегущей строки, например, используют точечные шрифты. Каждый символ задан отдельными точками. Аналогично, в матричном принтере шрифты были заданы по точкам. Так сам принтер печатал точками, это было удобно. Вот был, например, принтер с девятью иголками, и все шрифты в нем были рассчитаны на разборчивое начертание девятью точками по высоте. Поэтому они обычно читались лучше, чем напечатанные с компьютера текст. И вот как раз приходилось пересчитывать из векторных линий в такие же точно точки. Так они и существуют параллельно, но растровые шрифты заняли нишу специальных применений, а в обычной жизни и в быту, и в профессиональной полиграфии обосновались шрифты векторные.